книга открытым оком вопросы на тему святой библии вопрос 347 книга судей 11 глава ефай обещал богу отдать первое что выйдет из него из его дома принести господу на все сожжения вышла его дочь ефай исполнил свой обед разве господь не запретил человеческие жертвоприношения отвечает игнатий лапкин эту историю ныне пытаются разъяснить так что дочь ефай только осталась девой но не была убита и на это есть намек в самой этой повести до чего же дочь его два месяца бродила по горам и оплакивала не жизнь свою погубленную но именно девство 37 38 стих и сказала отцу своему сделай мне только вот что отпусти меня на два месяца я пойду взойду на горы и оплачу детство мое с подругами моими он сказал пойди и отпустил ее на два месяца она пошла с подругами своими и оплакила девство свое в горах известно что значил для еврея его потомство его продолжение рода но у ефая не было больше ни сыновей ни дочери ни дочери она была у него единственная если он запрещает ей выходить замуж то для него это было равнозначно тому как если бы он лишился дочери вовсе корни будут полностью подрублены и надежды на династическое продолжение рода нет никакой может быть будут дети еще от других жен тем более теперь ефай будет судьей израиля и не на один год и с выбором невест у него затруднения не предвидится апостол павел среди героев веры в евреям 132 не достанет мне времени чтобы повествовать вам о гидеоне в араке о самсоне и ефая о давиде самуиле и других пророках называет и ефая если бы он был убийцей дочери дочери то вряд ли бы попал в число примеров достойных подражанию иное толкование состоит в том что дочь вождя служила отныне при скине в селоме была всегда девушкой девы-девственницей и эта повесть заканчивается совсем уж по этому сценарию какой мы предположительно выстраиваем судей 11 глава с 39 по 40 стих по предшествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему и он совершил над нею обед свой который дал и она не познала мужа и вошло в обычаю израиля что ежегодно дочери израилевы ходили оплакивать дочь ефая голодитянина четыре дня в году не познала мужа если бы речь шла об ее убийстве то снявши голову по волосам не плачут горах оплакивала детство но не загубленную напрасно жизнь и здесь он совершил над ней обед свой который дал и она не познала мужа обещание клятвы ефая была безумной и подала великий соблазн на целое тысячелетие когда евреи видели такое деяние у язычников им это отвратительно было видеть и слышать 4 царствие 27 и взял он сына своего первенства которого следовало царствовать вместо него и вознес его во все сожжения на стене это призвало большое негодование в израильтянах и они отступили от него и возвратились свою землю премудрец соломон 12 глава 5 стих и безжалостными убийцами детей и на жертвенных пирах пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях и и Продолжение следует...